Если неискушенный опытом частный инвестор ошибается со своим партнером и его деньги на долгие годы замораживаются на строительной площадке, это можно отнести к разряду локальных проблем. Но вот если партнером с мэрией становится застройщик-аутсайдер, это уже совершенно другая история. Ведь в муниципальных контрактах фигурируют цифры в десятки миллионов бюджетных рублей. И это наши с вами деньги. Руководство застройщика от диалога конструктивного с дольщиками скрывается. Не можем получить информацию о денежных средствах, которые привлек застройщик от дольщиков и куда эти денежные средства были потрачены. Возникает ощущение, что это какая-то, возможно, пирамида была создана, денежные средства, возможно, выведены. Иван Масеяш один из тех, кто несколько лет назад вложился в жилокомплекс Рихард, детище ООО НСК Девелопмент. С этой же компанией были заключены 9 муниципальных контрактов для реализации целевой программы развития застроенных территорий. Об этом очень красноречиво утверждалось на собрании в апреле 2017 года. Эта информация подавалась в качестве такого, скажем так, ресурса, который якобы должен помочь достроить эти дома в целом. Этот дорогостоящий костыль, услужливо подставленный муниципалитетом, пока не помог НСК Девелопмент реанимировать площадку. Как следствие, условия муниципальных контрактов до сих пор не выполнены. В частности, застройщик должен был передать часть квартир до конца 2017-го. Значит, во-первых, приобретались квартиры в рамках договора долевого участия в момент, когда строительные организации работали, строительство на этих объектах велось. На самом деле, в тот момент, когда в качестве партнера мэрия остановила свой выбор на НСК Девелопмент, компания уже не укладывалась в дедлайны, обозначенные в договорах с частными инвесторами. Не знать этого в профильном департаменте, конечно, не могли. Если инициировать сейчас расторжение и банкротство предприятий, средства, муниципалитет будет получать в последнюю очередь возврат средств. Но банкротные перспективы застройщика могут уже и не зависеть от планов городских властей. В арбитражном суде стартовал процесс по иску одного из инвесторов Рихарда. Мы снимаем квартиру, платим ипотеку. Все очень сложно, и вот эта вот тягомотина, которая происходит, хочется уже как-то решить это все. Рихард не единственный проблемный проект, в который вложилась мэрия. В этом списке и Новомарусина, строительством которого занимается компания «Доступное жилье Новосибирск». Там был осуществлен стопроцентный аванс, порядка 200 миллионов рублей бюджетных денег. Почему это было сделано? То есть конкретно господин Рыбалка, как ГРБС, осуществил перечисление денежных средств. 200 миллионов рублей, и сейчас мы видим, что муниципальный контракт, он сорван. Уже не первый год застройщик не может стабилизировать ситуацию на площадке. Срок сдачи второй квартал 2017 года, ну естественно, дома нет, и о том, что он будет в этом году и в следующем, ну тоже речи не идет. Мы подписали дополнительное соглашение, они обязались вернуть деньги, ну ни единого платежа не было. Муниципальный контракт с ООО ДЖН тоже заключался в тот момент, когда были прострочены обязательства перед частными дольщиками. Но говорить на заданную тему в компании не спешат. Были какие-то другие заботы, которые стояли в реалитете. Нужно было решать. Когда ситуация стабильна на строительном рынке, сроки не нарушаются, и планово в следующем году, после проведения конкурсных процедур, мы получаем квартиры. В ситуации сегодняшней на рынке, к сожалению, случился сбой в строительстве на площадке Давнова Марусина, доступное жилье. Эта оговорка имела бы право на существование, если бы не еще один контрактный провал. Недостроенный дом на Приморской скучает пустыми глазницами уже несколько лет к ряду. При этом контракт на приобретение 32-х квартир с ООО Новокомстрой, по которому компания получила более 58 миллионов рублей, был заключен еще в декабре 2013-го. В этот момент о стагнации на первичном рынке речи быть не могло. Неудивительно, что осенью 2016-го арбитраж удовлетворил иск мэрии о расторжении договора. Постфактум были запущены и исполнительные процедуры. На сегодняшний день 6 производств – это в пользу мэрии, и одно производство – это в пользу юридического лица, обзыскание суммы за должность. Отвечая на прямо заданный вопрос, могут ли у мэрии возникнуть фатальные потери, Алексей Кондратьев уверенно заявляет. Вы не предполагали из фатальных потерь? Нет. Между тем, служба судебных приставов не исполнена таким оптимизмом. В чем проблема? Ну, это, во-первых, то, что у юридического лица, кроме как незавершенного строительства, это жилого дома, никакого иного имущества нет. Судебные приставы и исполнители продолжают сейчас сбор документов для того, чтобы обратить рискание вот на это имущество. Поверить в то, что профильные департаменты мэрии не погружены в детали и состояние здоровья того или иного застройщика, чрезвычайно трудно. Тогда на поиску дня встает другой вопрос. Из каких побуждений муниципальные власти снова и снова ходят по одному и тому же минному полю? Складывается ощущение, что просто хотели финансово поддержать определенных лиц мэрии за счет средств бюджета. Вот выбрала лиц, которых там, ну, кто-то выбрал, да, то есть достиг каких-то договоренностей, личных, возможно, да, и решил их поддержать рублем. А почему и на этих поддержать? А почему других не поддержать, собственно? Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.